МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переулок Сивашский с 1 по 18. Второй переулок 35-47. Бойлер будет установлен на Морфлотской 77. 12 сентября с 10 утра до 18 часов холодной воды не будет по адресам улица Кабельная, 1, 2, 2А, 3, 4А. Бойлер установят на улице Кабельной. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список может быть скорректирован. Уточняют в телеграм-канале. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли публикует информацию о вакансиях на предприятиях Самары и Самарской области. Более подробно с ними можно ознакомиться на официальном сайте Государственной службы занятости Самарской области в разделе «Работа России». Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале разместила информацию о прививочных пунктах. Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации. Сведения о количестве вакцин обновляются раз в день. Уточнить информацию можно также по номерам телефонов, указанным на карте пунктов вакцинации. Администрация Самарского района в своем телеграм-канале продолжает еженедельную рубрику под названием «Ретроспективы Самарского района». В ней публикуют исторические справки и фотографии знаковых локаций района. Сегодня администрация рассказывает о Покровском кафедральном соборе по адресу улицы Ленинская, 75А. Раньше на месте собора стояла деревянная церковь с погостом. Позднее ее перестроили. Содействие оказали купцы Шихабаловы. В середине XIX века по проекту столичного архитектора на народные деньги построили новый каменный храм. Собор построен в традициях, присущих московскому храмовому зодчеству XVII века. Он рассчитан на 2000 прихожан. Более подробно об истории храма можно прочитать в телеграм-канале администрации Самарского района. Администрация промышленного района в своем телеграм-канале публикует фамилии и краткую справку о номинантах муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» в 2024 году. Голосование на муниципальном этапе стартует 15 сентября и продлится до 30 сентября. Администрация района приглашает жителей принять участие в голосовании. Администрация Красноглинского района тоже опубликовала имена номинантов от своего района в муниципальном этапе акции «Народное признание 2024». Проголосовать жители района могут по адресам поселок Управленческий, улица Сергея Лозо, дом 11, поселок Береза, квартал 2, дом 10, поселок Прибрежный, улица Труда, дом 8А. Победители в муниципальном этапе по каждой номинации будут представлять район на отборочном этапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова